В ноябре 2018 года Ельбасын Русланомич Назарбаев выступил с программой «Семь грани великой степи», который обозначил необходимость развития архивной отрасли и в частности предложил 7-летнюю программу «Архив 2025». При этом первый президент Республики Казахстан обратил внимание на то, чтобы исследовательские работы должны идти в тесной связи с деятельностью отечественных и зарубежных архивов. И при этом реализация проекта не должна превратиться в очередной академический туризм. Сегодня мы об этом поговорим с ведущими руководителями архивов Республики Казахстан. Сегодня у нас в студии Жемеля Исуфжанна, директор архива президента Республики Казахстан, Ебик Тимбаев Мирам Еркенович, директор государственного архива города Нур-Султан. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, прошло уже почти около года, как объявили о реализации данной программы «Архив 2025». Что прошло за этот год? Пожалуйста, Тимбаев Мирам Есуфжанна. Во-первых, в рамках этой программы заработала реализация концепция исполнения этой программы. И наши сотрудники, и в частности архив президента, также участвовали в разработке проекта, смотрели, вносили свои предложения, замечания. Что радует, что там, в этой программе заложены все направления развития архивной отрасли, начиная с материально-технического обеспечения, научное, и в том числе выявление документов и конкретные меры по реализации вот этого программы, сбора документов об истории Казахстана за рубежом. Это и поездки, и различный свод этих данных в одну единую базу данных, создание единого контента и передача копий этих документов в один архив, чтобы они хранились уже. И началась эта программа с того, что была проведена национальным архивом, в том числе сотрудниками центра по ревизии документов, которые были в рамках прошлых программ выявлены в других архивах зарубежных. И когда они сделали эту ревизию, они поняли, где в каких архивах еще недостающие документы. И уже, по-моему, в сентябре-октябре одна группа специалистов работает, я знаю точно уже, в Санкт-Петербурге, в Москве, большое количество как историки, так и архивисты, сотрудники архивов, центральных государственных архивов, они выехали уже к конкретной работе. Мы в рамках этой программы тоже даем свои предложения, это как и в рамках грантов Министерства культуры выезд, также и по своим направлениям мы сотрудничаем с российскими архивами, это РГАНИ, с университетом профильным, это РГГУ, и тоже для своих сборников какие-то материалы, какую-то информацию запрашиваем. Вот в этом году планируется тоже у нас сотрудники выехать, поработать в городе Москве, и выявили несколько документов, в частности, по сборнику уже Майшей Ахметов, мы сейчас готовим этот сборник, были интересные документы привезены и уже включены в сборник. Также по материально-техническому обеспечению, ну каждый архив там запланирует так, что не будет такой централизованной, единой какой-то выделения какой-то суммы на масштабное выделение грантов, ну в смысле финансирование на материально-техническое обеспечение. Каждая область, каждый областной архив в рамках исполнительных, ну Акиматы, будут выделять и оснащать свои архивы. Мы тоже, наш бюджетный администратор ежегодно выделяет определенную сумму на модернизацию архива. И в этом году мы занимаемся также продолжением своего электронного архива, наполнением информации, контента, вот этой базы данных, и плюс материально-техническое тоже такое вот оснащение современными какими-то техниками и так далее. Вот мы сейчас заняты, например, система обеспечения архива хронической системы газового пожаротушения, тоже немаловажный объект, проект. Для сохранности документов. И в прошлом году система кондиционерная, тоже очень сложный такой был проект, установили, сейчас она работает в нормальном режиме, хранятся документы. Замечательно. Игорь Амелькинович, что Вы добавите? В принципе, в рамках реализации этой программы архива 2025, Ельбаса обозначила одну основную задачу, обеспечить широкий доступ всем слоям населения, не только исследователям, а любым заинтересованным лицам, к материалам, находящимся на хранении в государственных архивах. И одним из этих путей является действительно цифровизация. То есть возможность получения доступа к архивным материалам не обращаясь непосредственно в сам архив. То есть используем новые технологии, это и через сайты, соответственно. И в данном случае наш архив, государственный архив города Нур-Султан, при полной, можно сказать, даже поддержке Акимата, нашего управления, непосредственно развития языков и архивного дела, приступил к реализации и модернизации нашего архива. То есть буквально за неполный год проведены масштабные работы, во-первых, по реконструкции архива хранилищ, приведения их в надлежащее состояние. По модернизации материально-технической базы, то есть была проложена IP-инфраструктура непосредственно для того, чтобы люди, которые работают в архиве, могли обращаться. Не только обращаться. Дело в том, что сама система должна позволить облегчить работу как сотрудникам архива, так и облегчить поиск материалов и исследователям, ну и вообще всем заинтересованным. В текущем году нашим архивом действительно проведена большая работа по оцифровке, разработан новый сайт. На данном сайте мы разместили все описи особо ценных документов, которые находятся на хранении у нас. На нашем сайте реализован модуль онлайн подачи заявлений для исследования. И в текущем году мы открыли электронный читальный зал. То есть почему останавливаюсь отдельно на электронном читальном зале? Дело в том, что, как правильно Жанна подметила, одной из основных задач архивов является обеспечение сохранности документа. И, соответственно, используя электронный читальный зал, мы изымаем из оборота особо ценные документы для того, чтобы обеспечить их сохранность. И предлагаем исследователям и людям работать с электронными копиями, так называемый электронный фонд пользования. В части, конечно, дальнейшей реализации программы сейчас Министерство культуры и спорта разрабатывает уже единую программу «Еархив». И город Нур-Султан является одним из пилотных регионов, в котором реализуется сейчас настоящая программа. Мы уже начали заводить фонды, карточки, даже выгрузку уже отсканированных документов в эту единую программу «Еархив». Отлично. Хотелось бы услышать, какую методическую или финансовую или ресурсную помощь архивам оказывают органы власти? Всем известно, что региональные архивы страдают нехваткой оргтехники. Есть ли такая помощь? В части региональных архивов я действительно хочу отметить, что со стороны Акимата и со стороны Управления по развитию языков архивного дела была оказана мощнейшая поддержка. В текущем году мы полностью обновили свою компьютерную базу, оргтехнику, приобрели сканирующее оборудование, приобрели оборудование для хранения данных, приобрели оборудование для оборудования, так называемая резервная система копирования. То есть в данном случае даже если, ну не дай бог, конечно, но учитывая, что все-таки современный мир не стоит на месте и развивается, и если в нашу систему попадет троян какой-то вирус, то и база упадет, мы имеем возможность безболезненно и сразу же автоматически восстановить все данные. Прекрасно. Что мешает простым пользователям, исследователям из дома онлайн зайти и найти необходимый ему документ из фондов ваших архивов? Может быть, надо создать какую-то общую базу документов уже как оцифрованных? Ну, наша программа «Электронный архив» есть возможность через сайт выйти, но на уровне фондов, описей, посмотреть данные, зарегистрироваться и уже посмотреть конкретные заголовки дел, сделать заказ, но, к сожалению, прийти в архив. Потому что по нашей информационной безопасности система уязвимая, если будет прямой выход в интернет, то по протоколам мы, как говорится, должны быть все равно замкнуты внутри системы. Возможно, в будущем мы будем рассматривать возможность. Мне кажется, да. Потому что все мировые архивы, все, конечно, никто не выкладывает, потому что это связано в первую очередь тоже и с финансовыми какими-то делами. Но какие-то основные такие, может быть, документы выкладываются. Дело в том, что в архивах хранятся зачастую персональные данные. Архив в себе содержит данные не только общедоступные исторически, но и содержит данные персональные, в том числе об имуществе, о земельных участках, то есть имеющие вполне себе материальную цену, понимаете? И, как вы знаете, все архивы являются услугодателями по оказанию государственной услуги выдачи архивной справки. В настоящий момент эта услуга оказывается через Центры обслуживания населения. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы упростить людям получение данной справки, на сегодняшний день она действительно занимает достаточно длительный срок, но это связано с тем, что архивные данные не оцифрованы. Для того, чтобы оцифровать этот большой, огромный, я бы сказал, массив данных, это нужно не один год. Все мы прекрасно помним, как создавалась база регистрации прав на недвижимое имущество, как создавалась база регистрации автотранспортных средств. Все мы помним, как мы стояли там днями, могли неделями потерять. Сейчас это занимает действительно 15 минут, но все это делалось не один год. Я думаю, что со временем данная услуга также будет доступна заинтересованным лицам через порталы, в том числе электронного производства, с помощью ЭЦП, но нужно время. Будем ждать, будем надеяться, что все это будет доступно в ближайшее время. Технически это возможно, но здесь процедурные такие есть вопросы. Вопрос такой. Предполагается ли открытие или доступность фондов, скрытых под грифом «совершенно секрет» или для служебного пользования? Этот вопрос, наверное, вам, Женея Семеновна. Архив президента Республики Казахстан провел такую масштабную работу. В течение пяти лет работала межведомственная комиссия по рассекречиванию. Дело в том, что в наших фондах находились документы Центрального комитета Коммунистической партии и Областной комитет Алматинской области, где содержались особые папки. Эти документы были в закрытом доступе. И ранее все документы в бюро, протоколы, решения, они тоже были засекречены. Гриф «секрет» стоял. Они были поединично все просмотрены. Комиссия работала в составе комитета национальной безопасности, правительства. Там все были представлены, как говорится, сотрудники из разных ведомств. Просмотрели, и мы открыли доступ. И сейчас эти документы уже пользуются в различных сборниках. И следователи могут в открытом смотреть. И что касается документов ДСП, к ним отнесли сведения биографического, личного характера, который еще по нашим законам 75 лет, срок ограничения еще есть. Он еще не подошел. Понятно. То есть, семилетний срок программы, архив 20-25 сюда не подходит. Да. Ну, к сожалению, да. Но этот процент совсем не изменил. Здесь дело в том, что она же идет, данная программа идет логическим продолжением государственной программы «Рухани Жанруру». То есть, ее целью, по большей части, являются исследования корней именно казахского народа. В том числе, не обязательно советский период. Это до советский период, дореволюционный период. То есть, период еще до того, когда казахи начали формироваться как нация. Да. Архивы содержат в основном только письменные источники. Ну, учитывая, что письменность как бы по историческим меркам в Казахстане появилась относительно недавно. То есть, именно до этого момента можно найти материалы все. Хорошо. Программа «Архивы 2025» рассчитана на 7 лет. Составили ли вы какие-то стратегические планы на эти 7 лет? Мы работаем давно уже по стратегическому плану. До этого сейчас мы работаем в 2016-2020 год. И на следующую пятилетку мы разрабатываем такую долгосрочную стратегию и включаем туда основные направления нашей деятельности. Это и оцифровка, и информатизация, и те документы, которые мы будем публиковать. Это различные сборники, мероприятия какие-то знаковые, такие большие. Поэтому мы идем сейчас по плану, завершаем 2020 год, и дальше у нас будет дальше стратегия составляться на 2020-2025 год. Но уже в рамках следующего года у нас уже есть конкретные шаги, которые мы планируем провести, как с нашими учреждениями, источниками, комплектования. Это изучение научно-исследовательских проектов, изучение таких проблем, как хранение, создание аудиовизуальных документов. То есть есть над чем работать. То есть мы на старте уже стоим в следующей программе. В данном случае в реализацию этих основных положений Акимат города утвердил своим постановлением стратегию развития Государственного архива города Нур-Султана 2019-2021 годы. Отлично. И в реализацию этой стратегии как раз-таки предусмотрено несколько этапов, которые сейчас Государственный архив реализует. Мы взяли, почему, такой краткосрочный период, будем так говорить, потому что все-таки, учитывая взрывной рост технологий, новых технологий, какие-то новые применяются методы выявления, методы реставрации, у нас действительно очень больной вопрос. В настоящее время стоит именно в реставрации документов, которые являются ветхими документов, книг у нас. Поэтому одним из этапов реализации данной стратегии мы у себя предусмотрели создание реставрационной лаборатории на будущее. То есть она, я не сомневаюсь, что она будет востребована. Эта лаборатория не только как государственными архивами, она будет, я думаю, востребована будет и частными лицами. Ни для кого не секрет, что у многих в частных библиотеках хранятся какие-то раритетные книги, которые также требуют реставрации. Но учитывая, что в Казахстане на сегодняшний день нет возможности идеально отреставрировать тот или иной документ или книгу, многие люди вынуждены обращаться за границу, что тоже не есть, наверное, хорошо для нас. Конечно, лучше такие услуги будут предоставляться на рынке нашем. Да, и поэтому в реализацию, я говорю, еще раз хочу, почему, что возвращаясь к предыдущему вопросу, что очень важна поддержка со стороны, вот если поддержка оригинальных архивов, со стороны местных исполнительных органов, если и республиканских архивов, со стороны Министерства культуры или иных уполномочных органов, которые курируют их. В нашем частном случае Акимат города Нур-Султан действительно оказывает поддержку и осознает важность решения данного вопроса и реализации этой программы, которую в ноябре прошлого года озвучила Ельбаса. Хорошо. Реализация любой программы сталкивается с трудностью подбора необходимых кадров, профессиональных кадров. Как обстоит дело в архивной сфере с подготовкой и переквалификацией кадров? Здесь действительно существует такая проблема. И у нас на сегодняшний день профессиональный кадр и историк-архивист готовит один ВУЗ, Казахский национальный университет, и порядка где-то 50 студентов, ежегодный выпуск. И по республике, как нам руководство университета, у них 100% трудоустройство. То есть их разбирают, буквально не остаются без работы. Так что эта профессия очень актуальна. Также дело производства. Это где-то на уровне, где-то есть колледжи, как такого профессиональных выпуска таких кадров нет. Поэтому здесь остается единственный выход, это повышение квалификации имеющихся кадров, потому что каждый архив набирает молодые кадры, и они готовы переквалифицироваться, переучиться. Это и юристы, и филологи, и кто только, как говорится, в этой сфере архивной не работает. Но они все молодые, обучаемые. И в рамках этих проектов мы проводим, вот у нас такой масштабный проект, это летняя школа молодых архивистов. Уже третий год мы проводим совместно с Казунием Альфараби, приглашаем ведущих практиков из мировых, вернее, наших зарубежных стран. Это Соединенные Штаты Америки, наши соседи Российская Федерация. В прошлом году Польша, в этом году тоже профессор был. И они читают курсы, лекции, новые технологии и так далее для наших молодых архивистов. И тем самым они получают сертификат. На базе архива президента проводим практики, какие-то занятия практически, которые помогают. Плюс в рамках образовательного проекта архив президента проводит ежегодно городскую студенческую олимпиаду среди исторических вузов. И мы стараемся, для чего нужны все эти наши меры, чтобы студенты максимально были уже погружены в производственную среду. Потому что теория — это одно, теория — это хорошо, но практически какие-то нормативные, какие-то современные, все эти вот... Этот мы даем студентам уже во время этих производственных практик. И когда готовились в этом году студенты к олимпиаде, наши специалисты архива президента с этими командами проводили тренинги и уже погружали их, как говорится, в современные такие тенденции. Это то же самое, электронные архивы, какие-то нормативные, потом мировые стандарты, читали лекции. И уже когда они в своих выступлениях, они уже ссылались на это новшество, и было видно, что ребята, они все это хорошо воспринимают. Подготовлены. И подготовлены. То есть не где-то они там плавают со стороны. И потом при защите своих дипломных проектов тоже наши специалисты консультируют, направляют. И производственная практика проходит. Мы присматриваем наиболее перспективных студентов и потом приглашаем их на работу. Замечательно. Как обстоят дела с молодыми кадрами в городском архиве города Нур-Султан? Ну, я думаю, что в региональных архивах, в том числе и в архиве города Нур-Султан, проблема, конечно, стоит поострее. Потому что, учитывая, что единственный вуз, который готовит специалистов, именно архивистов, расположен в городе Алматы, а также учитывая большое количество республиканских архивов, которые также расположены в городе Алматы, эти кадры до регионов не доходят. Поэтому, естественно, мы вынуждены делать упор на повышение квалификации. Повышение квалификации и дополнительное обучение. В текущем году наш архив заключил договор с Всероссийским научно-исследовательским институтом архивов и документоведения агентства «Росархив». И 10 человек, я думаю, до конца года уже пройдут обучение, получат соответствующие сертификаты. Мы сейчас вынуждены выходить из этой ситуации так. Но в любом случае, конечно, мы были бы рады, если бы была введена, в частности, в городе Наруслане, если бы какой-то из вузов вёл бы у себя квалификацию, подготовку специалистов именно по специализации не просто историка, а ещё историк-архивиста. Да, потому что действительно все историки, прежде чем издавать свои научные труды, в первую очередь обращаются к архивам. В первую очередь. А умение работать с архивами, как бы это ни говорить, это всё-таки своя отдельная специальность, отдельные умения, необходимые навыки, необходимые знания. В этом году архив президента Республики Казахстан отмечает свой четвертьвековой юбилей. Поздравляю вас с этим праздником. Какие итоги за этот период вы можете подвести? Действительно, в этот год у нас юбилейный. Архив президента был создан 14 января 1994 году на базе партийного архива. Тогда и институт истории партии был. И у нас документы хранятся в самый ранний период, это 1918 год по современный период. То есть нам достался полноценный исторический массив социально-политической истории Казахстана. И самая главная задача наша — это обеспечение сохранности. все, какие меры должны выдерживаться, нормы. Мы стараемся для этого. И сейчас мы заняты таким большим проектом. Это масштабная оцифровка и создание электронного фонда пользования для того, чтобы обеспечить сохранность, не выдавая подлинники. Архив занимается этим уже пять лет. У нас накопился определенный опыт по созданию. Мы не прибегали к аутсорсингу. Своими силами занимаемся оцифровкой и наполнением этой базы. Цифры могу озвучить. Ежегодно мы оцифровываем 25 тысяч единиц хранения. И мы определили наиболее востребованные фонды. Это первая пятилетняя такая программа 160 тысяч единиц хранения оцифровать. На сегодняшний день уже оцифровано порядка 110 тысяч единиц хранения. И они вливаются в базу данных и доступны для исследователей уже в электронном формате. Также мы занимаемся наполнением электронных описей. Это очень немаловажный аспект, так как прикрепляются документы к описям. Это порядка уже где-то 110 тысяч заголовков описей уже тоже в этой базе есть. Это занимает очень объемный, большой проект. Конечно, чисто и технически. Технически, да. С одной стороны, мы обеспечиваем, уже не выдаем подлинники на многие какие-то документы. И здесь идет несколько процессов. Это и сверка наличия, и обеспыливание документов. То есть, вынося их на оцифровку, мы порядка где-то пяти видов архивных работ выполняем. И уже документы у нас, они заново переподшиваются, проверяются, и уже, как говорится, в хранилище хранят. Еще также у нас основной упор мы делаем на комплектование. Ежегодно архив президента пополняется порядка 5 тысяч единиц хранения. Наши источники комплектования многие находятся в городе Нур-Султан. Это основной подотчетный президенту государственных органов. Также у нас есть и общественное объединение. Это в основном политическая партия Нур-Султан. И общественное объединение – это национальный культурный центр республиканского значения. Ассамблея народная у нас представлена. Почти более 15 культурных центров уже. И они также создают свои ведомственные архивы. Мы занимаемся обучением специалистов ведомственных и передают на государственное хранение. Также проекты по информированию населения путем проведения историко-документальных выставок, документальные сборники, лекции, экскурсии. То есть в год мы проводим не меньше 13-14 историко-документальных выставок по основным таким мероприятиям, как знаковые мероприятия этого года. Мы составляем медиаплан, работаем по медиаплану. И в этом году мы в рамках нашего плана мероприятия проводим выставку «Раритеты» в архиве города Нур-Султан. Сегодня мы представили эту выставку. То есть сборники документов тоже очень трудоемкий процесс. Проект по истории депортации 2010 года у нас ведется. В этом году мы выпустили третий том. И много таких сборников, которые пользуются востребованием научной среды. Но они не только для науки, и для вузов, и для школ. То есть документы очень востребованы. И есть еще у нас два проекта. Это военнопленные в Казахстанце в Великой Отечественной войне и проект «Ашаршлык». Здесь работают... Это проект такой научно-исследовательский. Все материалы, какие мы выявляем, фамилии, мы размещаем на этих двух сайтах. С ними можно ознакомиться на нашем сайте Архива Президента. И еще один в этом году у нас состоится конференция. Мы будем презентовать нашу монографию. Это научно-исследовательская работа по экспертизе ценностей. То есть опыт работы Архива Президента, мировой опыт. Мы все это изучили. И вот такое сделали, как говорится. Все это свели и написали монографию. Так что будем ее рассылать для наших коллег. Отлично. Подведем итоги. Уже год идет реализация программы Архив 2025. Очень много уже сделано за это время. Реализация программы показала, что есть и проблемы, которые требуют своего решения. Программа рассчитана на 7 лет. Архивы открыты, доступны для исследователей. Осталось только реализовывать и выполнять, наверное, все поставленные задачи. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok